Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Видал? Видал какая крень? Вот хоть уныние, хоть ни это, ни какой-нибудь небезумие, видишь? Ха-хе-хе! Полный нафиг склад, как раз ровно-ровно Это гигантский проект, это практически восьмое чудо света у нас тут строится по размерам так точно О! Ха-ха-ха-ха! Шестое животноводство! Отлично, шестое Так, альпаку ты пошла приручать Нет, 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 нет В принципе, нормально Она тут на стульчике устроилась На стульчике устроилась Порцию вкусной еды себе под голову положила Чтобы помягче было Удобнее Барфа, ты вот опасно волка так мясом кормишь Я вообще боюсь Ты знаешь, мясом волка пытается кормить Верхом на волке С пулеметом со своим Врываться в стан врага И там выносить всех Привет, ты на канале Генерала Меня зовут Виталий И мы продолжаем сегодня с тобой играть В Варим Ворлд по-прежнему Продолжаем, продолжаем Сразу скажу, сейчас будем строить больницу И сегодня будем строить По-любому, по-любому, по-любому Я в прошлой серии это презентовал И в этой мы это, собственно, сделаем Пока у нас все нормализовалось Смертельные болезни Это все ерунда Никаких там у него смертельных болезней нет Все с ним прекрасно Все с ним хорошо Так, успеваете вы там пищу готовить 20-70-50 Все меньше, 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 меньше Пищи у нас становится Реально Это реальнейшая проблема Это реальнейшая проблема Хоть вторую плиту ставь здесь им, да Чтобы они в две плиты как-то готовили Я не вижу никаких других этих самых Другого выхода какого-то Да где ее тут ставить-то, вторую плиту Негде тут ее ставить Сокращать склады Или сюда расширять как-то кухню Тут можно на самом деле Другим способом поступить Я не знаю, насколько это Было бы грамотно и правильно С моей стороны Это я просто на этой Ну Во время Во время отдыха между сериями Записью серии подумал В свободное время О том, что да С пищей тут у них большие проблемы Как бы можно это сделать Это можно сделать двумя способами Насколько я знаю Если знаешь какие-то еще Третьи способы Решения данных проблем То напиши, пожалуйста В комментариях Я знаю два способа Вижу два способа Это либо вторую плиту ставить И чтобы они вместе готовили Анютка с Марком Потому что я чую У нас еще пройдет тут несколько дней И у нас пища вообще будет не хватать им Им перестанет хватать пищи Они начнут есть сухие пайки Потом сухие пайки закончатся Они, я не знаю Начнут рис Рис сырой есть Я не знаю Но Ситуация ничего хорошего Ничего хорошего нам не предвещает Это один способ В две плиты Где вторую ставить Непонятно И второй способ Это какого-то чувака Я так подумал Можно, допустим, Марка Отправить в ночную смену То есть днем На этой плите готовит Анютка Просто понимаешь Когда один готовит Один готовит Вторая Ну, шарится там Делать ей нечего Она Не, ну как делать нечего Она постоянно тут Этих Вербует заключенных Да Тут и разделывать надо И готовить надо И массу всего прочего Но В принципе В промежутках Между вербовкой У нее будет время Чтобы готовить Да А когда Марком Плита вся занята То, соответственно Она и не готовит Она начинает там уборкой По-моему, заниматься Да Ну, бог бы с ней С уборкой Мы от уборки не умрем Где у нас Потому что она Ей все равно Делать нечего Нет никакой работы А, хотя как нет Она же у нас охотник Она у нас охотница О, кстати, она охотится О, смотри Медведь этого Завалила Оленяшку Сейчас добивать будет, да? Давай посмотрим А, ну, сейчас она В упор подойдет К ним будет добивать Да? Так А ну-ка А давай-ка ты это На другого поохотишься Во, давай Я посмотрю Как ты, как ты А, откуда ты О, да Смотри, смотри Смотри Насовывает ему А на этому-то Смотри Насувал Ляд На этому уже успела Видал, видал Он ему накреначивает Только в путь Так Пришел забирать Оленюху А, ну, окей Давай, мочи тут всех Стреляй Нормально Ты видел, какая скорострельность У этого автомата Пулемета Да, вообще имба Вот Насчет Насчет Марка Его поставить Чтобы он ночью Работал Где он, Марк у нас А днем он спал Тогда, соответственно Днем Анютка на этой плите Будет готовить В промежутках Между вербовкой, да? А ночью Марк будет все время Готовить на ней, да? Если Они таким образом Приготовят блюд Полтинник Сколько у меня выставлено Максимальное количество Да? То тогда Он же у нас не только Повар же Марк У нас Это все руки мастера У нас он и строители У нас и на кузнец И портной Ремесленник И ученый Он у нас все делает Он, кстати, очень Классный, между прочим Чувачок У него много Параметров хороших И он очень много Всего может делать Поэтому, если он ночью Он там даже Приготовит все блюда Да? А ему будет чем заниматься? Он пойдет что-нибудь Крафтить, да? Пойдет что-нибудь Может строить, да? Но строить-то Ночью ему, наверное, будет Нехреновенько, да? По темноте лазите И у него, наверное, Минусы какие-то будут Что-то типа темно Там, ночь И так далее А вот, допустим Поварстом заниматься Крафтить Ему все равно будет Потому что он в тепле будет В уюте В комнатах освещенных Заниматься верстаками Всякими И ему как бы Все равно будет Ну, если надо Что-то построить Ночью Он спокойненько построит Да? Так что Давай, я предлагаю Мы его так вот Переделаем на ночь Потому что Я чую У нас какие-то Гигантские проблемы С пищей уже начались И дальше Это будет только хуже Поэтому Единственное Какое-то время Такое сделать Чтобы они с Тони Пересекались Да? Если ему тупо Поставлю Чтобы он Вот в это время Спал А ночью Тупо работал Пока Тони спит Тогда они Это самое Они барахтаться Не будут Под одеялом Потому что Они будут Они не будут Встречаться в кровати Надо как-то Немножко Чтобы они пересекались А в остальном Чтобы они Вот Не пересекались Так Давай Так Сколько вам спать Вообще надо Сколько у вас Назначено сна Два часа Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восемь Часов Значит тебе Здесь где-то Восемь Часов Надо ставить Чтобы ты Спал Так Даже сейчас На паузе Подумаю Как так Их со стакать С Тони Да Что-то Я как-то Сразу Прикинуть Не могу На паузе Подумаю Так Короче Как-то там Никак Не получается Нормально Организовать Процесс Так Чтобы они Как-то Пересекались С Тони Потому что Часов Рабочих Много А сон Всего лишь Восемь Часов Там Получается Короче Фигня Полная Если как-то Их Состакивать Чтобы они То получается Фигня Не получается Так разделить Чтобы он Ночью Работал Чисто День Спал Короче Я вот так Предлагаю Вот так Сделал Вот он Спит С 9 утра До 16 Часов Вечера Потом Вот у него Час Есть там Своих дел Отдыха И он С 19 Часов Начинает Уже Работать Соответственно Если плита Там еще Будет занято Анюткой Там До 20 Два Два Часа Но ничего Он чем Другим Займется Что-нибудь Покрафтит Что-нибудь Построить Дубу Поможет И так Далее Или наоборот Пойдет Уже Кстати Готовить И ее Разгрузит Она Перед сном Пойдет Там Что-то Поухаживает За заключенными И так Далее Все Она Уходит На покой И он Всю ночь Всю ночь Полностью Крафтит Готовит До 7 Часов Утра Потом Ему Час Своего Времени То есть Он как бы С ними Пересекается Может Пообщаться С чуваками И уходит Спать В день Давай Попробуем Попробуем Так Посмотрим Что из этого Получится Если что Поменяем Уберем Это Так Еще Я им тут Сократил Свои дела У них Были То есть У них Вот так Было У всех 20 часов Тоже После рабочего Дня 2 часа Своего Времени Как-то По сути Они никогда Его не Используют Они Они Продолжают Все равно Это Работает В то Время Поэтому Я вам До часа Даже Сокращу Свои дела Им Вполне Этого Часа Хватит Пойти Покушать Там Чуть Поразвлекаться И пойти Спать 2 часа Это Много Они Все равно Столько Времени Ничего Ничего Не делают Не Занимаются Так Подобными Вещами Так Сейчас У нас 15 часов Дня Соответственно По данным Ограничениям Сейчас Марк Должен Спать Сейчас Он Должен Спать Собственно Возьми И отправься Спать Тогда Вот Отлично Иди Немножко Доспеешь Поспи Потому что Пару Часику Потому что Тебе В ночь Марк Тебе Первая Ночная Смена Будет Посмотрим Как это Будет Работать Не знаю Но Делать Что-то Нужно С Производством Пищи Потому что Мы Не успеваем Не успеваем Мы Ее Готовить Так Это Вот Мы Построим Все Да Это Мы Все Построим 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 Пусть Будет Так Если Тут Узкий Проход Получается Хотя Какая Разница Здесь Узкие Проходы Ничего Им Не мешает Нисколечко Они бегают Спокойно Себе Им Все равно На Это А Давай Ты по Другому Постреляешь Поэтому Тот Сам Помрет Ему Надавало Этих Самых Вреждений Смотри Как Хренача Попало бы Это С этим Пистолетом Этим Автоматическим Побыстрее Винтовки Да Выносить Он Довольно Далеко Стреляет Очень Хорошо Олени Подокоцали Класс Вообще Все Пусть Марго Развлекается Там По стрелушке Устраивает Заодно Это Самое Надеюсь У нее Там Сильно Не Будет Изнашиваться Оружие От Сталь Сюда Был Пока Не Будем Сталь Добывать Мне Этой Стали Хватит Вот Что Нам Серебро Надо Добыть Тогда Нам Будем Строить В больнице Эти Самые Стерильные Полы Там Очень Много Серебра Нужно Будет У нас Его Мало 200 Всего Лишь Надо Еще Много 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 Серебра Видал Какая Хрень А Ты Думал Что Мы За Больничку Будем Строить Такую Где Какую Будем Строить Каморку Какую Такую Мы Целый Госпитальный Тут Центр Научный Исследовательский Медицинский Центр Целый Будем Строить Как Видишь Площадь Немаленькая Все Построено Из Из Известняка Запланированной Системы Двери Все Из Дерева Это Будет Кстати Еще 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 Двери Двери Вот В эти В В Палаты Это Все Будет Так С Эти Стороны Наверное В принципе Все Равно Наверное Выгоднее С этой Стороны Будет Разместить Вот Все Теперь Вроде Все Сделала Двери Забыл Все Вот Эти Вот Больничные Койки Больничные Палаты Не знаю Сколько Потом У нас Из Технологий Будет Медицинская Кровать Занимать Больничная Кровать Я не знаю Сколько Она Будет Занимать Место Но Не думаю Что У меня Не хватит Этих Этих Больничных Палат Потому Что Даже Можно Такую Двухспальную Спокойно Запихивать Естественно Мы Запихивать Двуспальные Не будем Здесь Будет Односпальные Как Нибудь Не знаю Так Можно Так К стене Можно Ставить Тумбочку Может Какую Там Прикроватную Поставим Чтобы Комфортнее Было Это Более Чем Достаточно Такой Такой Вещи Потом У нас Я Так Понимаю Там Еще Есть Какие Медицинские Фиговины Вот Смотри Мониторы Жизненных Показателей Мультианализаторы Не знаю Но Мониторы Жизненных Показателей Мне кажется Точно Больничная Фигня Вроде Такого Больше Ничего Нет Короче Я Не знаю Сколько Как Мониторы Сколько Они Места Занимают И Вообще Как Это Все Устроено Поэтому Чуть Запасом Сделал Небольшие Такие Но Все Рано Это Небольшие В сравнении С этими Даже Сейчас С нашими Уменьшенными Несколько Этими Спальнями Вот Такие Комнатки Больничные Нормально Нормально Будем Делать Стерильную Плитку Я Планирую Ее Естественно В каждой Палате Сделать В принципе Это не так Много Займет У нас Ресурсов Видишь На одну Сейчас Приближу Ах Там же Цифры Все равно Не увеличиваются Написаны 39 Стали И 195 Серебра То есть Полностью Стерильной Плиткой Покрыть Одну Одну Больничную Палату То есть Это будут Отдельные Больничные Палаты Как видишь Их 9 Штук Но Они Имеют Возможность Расширяться В дальнейшем Вверх Еще Достраиваться Если У нас Очень Много Будет Чуваков Становиться В принципе Нам Сейчас Столько Не нужно Потому Что У нас Всего 8 Всего 8 Можно Спокойно Было Верхние Две Не Строить Но Я Сразу Построю С Доделом На Будущее Мы Все Рано Сейчас Я Буду Поэтапно Строить В первую Очередь Надо Будет Внешний Периметр Полностью Сделать И Как Видишь Мы Немножко Не Поместились У нас Получился Очень Красивый Комплекс Наш Больничный Но Он Немножечко Немножечко Не Влез Но Это Не Проблема Вообще Это Вообще Не Проблема Наш Максик Час За 5 Секунд Разберет К тому же Ему Заниматься Больше Нечем А У Него Серебряную Руду Еще Назначил Давай Я Пока Тебе Отменю Серебряную Руду Я Назначу Тебе Чуть Попозже Пока Давай Это Самое Давай Иди Иди Копать Мрамор Все Максик У нас Побежал Копать Мрамор Почему Туда Бежит Копать Мрамор Не Справился Так Все Сейчас Это Покопает Мрамор Перенесем Может Труду Кстати Найдем В горе Вот Так В Плотную К ней Пристрою К горе В дальнейшем Я так Посмотрел Я Перекрою Но Это Потом Нам Сейчас Не До Этого Я Перекрою Сделают Это Внутренним Все Помещением Вот Здесь Перекрою И Здесь Перекрою Но Это В дальнейшем Я уже Сколько раз Говорил Это В дальнейшем Будет Внутренняя База То есть Здесь Перегородка Тоже Станет Мы Кабель Перенесли Под нее Подготовили В позапрошлой Серии Это Тоже Будет У нас Внутренние Какие-то Помещения С Некоторым Запасом Тут Остается Пространство Ну Пусть Лучше Остается Мы Что-то Будем Расширять Или Что-то Пристраивать Или Здесь Расширять Или Что-то Еще Дополнительно Добавлять Лучше Пусть Будет Больше Места У нас Это В дальнейшем Будет Выгоднее Вот Я Сделал Изначально Здесь Маленькую Кухню А теперь Я Страдаю Вообще Ее Придется Скорее Сего Я Более Чем Уверен В дальнейшем Все равно Расширять Сделать Пару Электроплит Потому Что Мы Не Поэтому Я Здесь Сначала Сделаю Немножко С запасом По ширине Чтобы В будущем У нас проблем Никаких Не возникало Я не ломал голову Как нам Что сделать Так Значит Это больничные Эти палаты Это коридоры Между ними Да А вот Это Область Это у нас Будет склад Склад Всех Медикаментов Включая Как сырье То есть Травы Лекарственные Я так понимаю В дальнейшем Они будут Перерабатываться Все таки У нас уже По технологиям На более Совершенные Эти вот Медицинские Препараты Вот Пеноксицелин Я говорил Что будем делать Да Вообще Сейчас на изучении Это стоит Производство Препаратов Там какой-то Должен быть Стол Для производства Наркотиков И препаратов Вот Позволяет Создавать Нарколаборатории Вот посмотрим Что это за Нарколаборатории Сколько это Столы Эти занимают По производству Этих Медикаментов Наркотиков И все это Будет размещаться У нас Здесь Плюс Здесь же У нас Будут Столы Для исследования Я так вот Сделал С запасом Комнату Что возможно Было бы Поставить Два Стола Для Исследований То есть Если По производству Препаратов Тоже мы Сможем Разместить Тут Возможно Там какие-то Еще будут Потом В дальнейшем Изучаться Какие-то Производственные Эти самые Я более чем Уверен Какие-то Еще будут Какие-то Еще штуки Будут У нас По производству Чего-то Там Такого Типа Типа Этих самых Типа Медицинского Возможно Ну пусть Короче С запаса Будет Комната Там Для этих Медицинских Столов Возможно Если Можно Будет Шкафы Использовать Для инструментов Которые Мод Как Здесь Мы Строим То Будем Значит Их Разместим У нас Будет Места Тут Полно Я Размещу Их Просто По центру Так Два Штуки И вокруг Пойдут Столы Производственные Какие-то Там Препаратов Еще Что-то Там Возможно Тут Размещу И так Далее Все Исследовательская Столы С этой Стороны У нас Будут Все У нас Будет Легко И Просто Здесь Соответственно Изготовляю Изготавливают Изучают Приготавливают Все это делают Сюда Переносят У нас Медикаменты Если Надо Какие-то Сырье Для Производства Медикаментов Будем Хранить Здесь Они Будут Их Забирать Перерабатывать Складывать А вот Здесь Это Интересная Будет Такая Комнатка С дверью Здесь Я Поставил Дверь Стальную Все Остальные Дверь У нас Везде Деревянный Здесь Не Затупил Деревянный Везде Поставил Да Деревянный Потому что Быстро Открываются Пусть Они Будут Нам Какая Разница Деревянный Или Что-то Ломать Кто-то Будет Внутри Двери Они Просто Нужны Чтобы Комнаты Закрывать Больничные Эти Палаты Чтобы Не Страдали Наши Отдыхающие Граждане От того Что Кто-то Беспокоит Бегает Рядом Мешают Им Отдыхать И Выздоравливать А здесь Стальная Дверь Почему Потому что Здесь Мы Сделаем Область Вот Такой Небольшой Складик Вот Он Будет Вот Такой Складик Это Закроется Перегородками Это Все Когда Мы Скалу Выдолбим Это У нас Будет Для Хранения Наркотиков Область Склад Для Хранения Наркотиков Я думаю Вполне Достаточно Такого Будет Размера Мы Наркотики Не будем Коллекционировать Просто Здесь Будем Складывать За Стальной Дверью Чтобы Наши Чуваки Возможно Их Не приняли Вообще Эту Дверь Потом Можно Можно В двери Назначить Чтобы Ее Запретить То есть Все Запретите И тогда Чувак Туда Заходить Не будете Я так понимаю В эту дверь Возможно Если он Захочет Прям Очень Сильно Принять Наркотики Он Может Туда И ломанется Если У него В каком Нибудь Состоянии Этого Будет Нервного Срыва Это Я Не знаю Потому Что Там Что Про Нервный Срыв Когда У нас Там Были Нервные Срывы Там Что Было Написано Что Типа Они Могут Принять Наркотики Для Того Чтобы Расслабиться Или Там А Это В обучении Читал Тоже Можно Дать Наркотики Легкие Чуваку Тогда Он Сразу Нервный Срыв Проходит Не знаю В общем Здесь Стальная Дверь Мы Поставим На Запрет На Ее Открывание И Наши Чуваки Не Будут Брать Там Всякие Косички И Прочие Наркотики Там Есть Очень 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 Опасные Наркотики Мы С такими Сталкивались В самом Начале Игры Там Какой-то Сатанинник Как-то Назывался Не Помню Который Этот Сам Если Один Раз Принял Все Потом Нужно Принимать Не Принимаешь Еще Несколько Дней Умирает Персонаж Вот Эта Комнатка Такая Интересная Закрытая Это У нас Будет Здесь Бойлерная Не знаю Как ее Назвать Правильно Короче Это Домоход Будет У нас То Мы Мы Ж Эти Лекарства По крайней мере Лекарств Варные Травы Корешки Их же Нажим Заморозить Чтобы Они Не Пропадали Поэтому Здесь Ставится Кондер Выставляется На минусовую Температуру И замораживается Наркотики Возможно Тоже Какие Требуют Заморозки Поэтому Тоже Будем Замораживать Соответственно Здесь Выхлоп Здесь У нас Будет Назначено Что Здесь Нельзя Строить Эту Самую Давай Я Сразу Даже Помечу Что Здесь Никогда Не Строить Крыши Так И Здесь Тоже Никогда Не Строить Крышу Все Пусть Это Все Убирают Здесь Вентиляция Еще Будет Я думаю В два Кондера Эту область Мы Спокойненько Заморозим Здесь Вентиляция Еще раз Говорю Поставиться В принципе Вентиляция Нараз Сразу Должен Поставить Чтобы Лишние Не Строить Чтобы Не Строить Лишние Клетки Этих Перегородок Ну ладно То Потом Мы Сейчас Я В любом Случае Не буду Давать На Строить Их Посмотрим Просто Пока Так Потом Я Разберусь Нам Сейчас Я предлагаю В первую очередь Построить Внешний Общий Периметр Надо Будет Вот Просто Внешние Стены Да Никаких Перегородок Пока Ничего Не Строить Внутри И Вот Эту Область Построить То есть Внешнюю Общую Или Хотя Бо Для Начала Вообще Вот Эту Область Построить Полностью Все Здесь Сделать Крышу Пол Здесь Я Буду Наверное Полус Таки Не Буду Конечно Уже Слишком Мажор Ставайте Строить Из Стерильных Плиток Потому Что Это Дорого Будет Не Знаю Как То На Влиять Будет На Скорость Исследования Производства От Того Что Там Стерильная Плитка Там Что Было По Столам Исследованы Написано Что Типа Должно Быть Стерильно Чистое Помещение Там Качественное И так Далее Типа Скорость Будет Ускоряться Не Знаю Посмотрим Может Здесь С бабахами Стерильной Плиткой Но Здесь Естественно Я Буду Такими Класть Обычными Обычными Плитками В смысле Этим Мы Из 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 Полы Это Дело Десятое Нам Стены Сначала Стены Стены Построить Все Здесь Будет У нас Эти Самые Расскажу Кондиционер Что ты Понимал Как Я Че Думаю К тому же Я Думаю Можно Кондер Сюда Дует Один Сюда В Коридор Направить Вот Так Еще Понаправлять Кондеры То У нас Полностью Вот Это Комнат Будет Это Полностью Выхлоп Один Я Не Знаю Возможно Из Греют Все Это Дело Хотя Я Сомневаюсь Мне Кажется Ничего Не Будет Мне Кажется Ему Можно Так Будет Организовать Соответственно Здесь Везде Вентиляции Провести Через Коридоры То У нас Будет Охлаждение Идти Не Только В Будет Стоять На Кондерах Естественно Сюда Направлен 20 Градусов Соответственно Здесь Град Седак Будет 20 Градусов Дальше По Вытяжкам По Вентиляциям Таким Будет У нас Распространяться По всей Больнице Сюда Не Знаю Тут Довольно Таки Большая Площадь Этой Комнаты И Хватит Ли Сюда Ну В принципе Пару Вентиляции Поставить Я Думаю Должно Охладиться И Здесь Если Здесь Не Не Будет Охлаждаться Достаточно Сильно То Мы Можем Еще Или Вот Здесь Не Будет Хватать Все Таки Тут Далеко Будет От Кондера Вот Эти Комнаты Да Мы Вот Здесь Пока Что Я Дверь Здесь Сделаю Да То Еще Дополнительный Вход То Вйти Можно Сюда В больницу Через Вход Через Эту Комнату Изучение Да И Уже Пойти Дальше Или Сразу В коридор Попасть Но Если У нас Какие-то Проблемы Будут С охлаждением Каких-то Отдаленных Комнат Здесь И Вот Этой Комнаты Соответственно Здесь Тоже Построится Не Дверь А Стена И Сделается Еще Один Такой Вот Как С Сталь Вроде Как Есть Вроде Как Сталь Имеется Все Пока В принципе Стены Это Я Просто Для того Чтобы Я Не Запутался Пока Там Кондер Не Надо Строить Тратиться На Так Соответственно Я Показывал Здесь Будет Стена У Здесь Закрываться Здесь И Вот Тут Поэтому Внутри Стены Будет И Дальше Тут Будет Все Расходиться Уже Везде Куда Нам Надо Кабели По Стенам Все Будет Прекрасно А здесь Возможность Отключать Больницу Потому Что Здесь Огромная Будет Площадь Огромная Территория Здесь Будет В каждой Больничной Койке Этой Палате Будет Лампа Стоять Электрическая Огромное Количество Кондеров Будет Стоять Обогревателей С обогревателем Гораздо Проще Обогреватель Везде Можно Поставить Понатыкать В любом Свободном Месте Где Мешаться Они Не будут Лишь Бы Хватало Мощности Отапливать Все Эти Площади И За счет Того Что Все Будет Абсолютно Соединено Вентиляциями Кроме Вот Этих Естественно Вентиляция С другими Комнатами Они Соединяться Не будут Иначе Заморозка Везде Пойдет Или Просто Здесь Не будет Спивать Замораживать Вот Да В принципе Да Пусть Это Сразу Строить Чтобы Потом Быстро Тут Мало Затратно Быстро Построить И Это Нифига Не Стоит Кабель Все Окончательный Кабель Кабели Мы Потом Прокинем Как Видишь Нам Это Стройка Вот Я Сколько Наверное Минут То есть Не минут Ну да Минут Десять Уже Рассказываю Об этом Я Серии Серии Десять Наверное Или Пятнадцать Тебе Рассказываю О том Что мы Будем Строить Госпиталь Да Я чувствую Что мы Еще Серии Десять Пятнадцать Его Будем Непосредственно Строить Сколько Здесь Столько Оборудования Надо Будет Поставить Сколько Кондеров Сколько Обогревателей Но Сейчас У нас Весна Уже Скоро Начнется Поэтому Обогреватели Мы Ставить Не будем Будем Через год Ставить К следующей Зиме Но там Будет Видно Фиг его Знать Может У нас Армагеддон Начнется Какая-то Аномалия Аномальные Холода Летом Не знаю Так У нас Здесь Уже Прокручиваются Ресы Не помещаются Так Это из-за Того Что у нас Шкурок Разных По мелочи Очень много Вот Такой Вот проект Пока Пусть Строят Это Буду Стараться Чтобы Они Внутренние Пока Особо Не Строили Потому Что Да Вентиляцию Надо Будет На Меню Ладно Я В принципе Запомнил Проект Я Просто Что Сразу Нет Менял Места Не Оставлял Под Кондера Потому Что Я Боюсь Что Просто Запутаюсь Потом Надеюсь Не Запутаюсь В принципе Все стороны Здесь Будем Дуть Сюда Даже Можно Так Я Все Надо Запомнить Что Там Это Штука Там У нас Будут Кондера Размещаться Так Ну И Плюс Потом У нас Вентиляция Должна Пойти По Всем Комнатам Все Должно Быть Соединено Вентиляцией Между Собой Так Я Думаю Сюда Прогонят Они Так Предлагаю Вот Так Сделать Это У нас Вентиляция Здесь Будет Проходить Вент Каналы Поэтому Я Сразу Я Пока Не буду Ставить Так То Еще Значит Строить Еще Пусть Пока Вот Так Просто То Что Это Сто Процентов Остальное У нас Наверное Будут Стены Хотя Можно Было По Две Сделать По Два По Две Вентиляции Я Не знаю Столько Будет Да Пока До Этой Комнаты Дойдет А Так Сразу Через Коридор Да Будет Забрасываться Нет Наверное Даже Так Неправильно Наверное Даже Так Неправильно Вот Так Надо Будет Вентиляции Наверное Разместить Вот Здесь Чтобы Через Коридор Все Это Вентилило С Каждая Одновременно Сразу Они Они По Цепочке Друг За Другом В общем Ладно Это Я Сейчас Буду Думать Доделывать Переделывать Все В общем Ты Понял Да Вот Госпиталь Какой Будем Строить Но Пока Мы Здесь Плитку Доложим У нас Там Есть Шкаф Да Додайте Шкафы Для Инструмента Достроить Чтобы Быстрее У нас Ресурсы Делались Хватит Ли нам 500 Известняка На Постройку Всего Этого Я Периметр Замерял Вот Полностью Периметр Нам Построить Где-то 400 Камней Надо Будет Поэтому Как я Говорил В первую Очереду В первую Очередь Мы Строим Периметр И строим Вот эту Комнату Для Исследований И ставим Столы Для Исследований И начинаем Исследовать Дальше В свободное Для них Там Время Какие-то Чуваки Там Смогут Исследовать Пусть Идут И исследуют Технологии Нам Сразу Я буду Ставить В больнице Больничные Кровати Нам Как-то Дойти Может До Сюда Блин Нет Тут Далеко Ити Но Попробуем И хотя бы Производство Препаратов Начать Производство Препаратов Здесь В общем Вот Как-то Будем Так Пробовать Еще Чуть Может Что-то Переоборудую Здесь Как-то Все Эти Спальни Наверное Так Не знаю Давай Пока Так Оставим Но Если что Еще По мелочи Что-то Буду Переделывать Но Это Будут Просто Вент Каналы Переделываться Поэтому Это Все Фигня Вент Каналы Это Все Фигня Так Сюда Вентиляция Ну Да А вот Как-то 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 Вот Так Короче Построили Мы Шкаф Так Он просто Не имеет Параметров Качества Там Типа Хороший Или Плохой Фактор Скорости Работы Плюс 6% Плюс 6% Блин Я думаю Он плюс 60% Даст 6% То есть Видишь И у Верстакова Появилось Вот 106% Там Было 100% Да Теперь По 106% У Всех У всех Верстаков Соответственно Второй шкаф Еще 6% Добавит Соответственно У нас Где ты шаришься Давай ты и второй Строй Хрен с ним 6% Только 6% Но зато Как бы у нас На стоковое количество Верстаков Будет Это действовать На очень большое Далейше Может у нас Какие-то еще Будут верстаки Здесь Появляться Да Я думал Побольше будет 6% То есть Два Два Этих Шкафа Для инструментов 12% Ускорения Получится Если я правильно Понимаю Не так уж и много Ну Ладно Пусть Чего Какой-никакой плюс Все-таки 12% Быстрее Будут они Все крафтить Это все-таки Нормально Я думаю Я думаю Все-таки Нормально Будет Кстати Подожди Нам надо Трупы похоронить А то Сейчас Разлагаться Начнут Что-то Я про них Провтыкал Ладно Сейчас Могил накопаю Похороним Их Сколько там Раз Два Три Четыре Четыре Чувака Никаких проблем Это Довольно-таки Быстро Все делается Дуб Копаю Могилы Похоронят Их Все Шмотки Шмотки У нас Вряд ли Поместятся На склад Хотя Они Наверное Должны Поместиться Сидишь Сидишь Блин Занимаешься Тем Что им Запрещаешь Одевать Генерал Уже Одевал Какие-то Шмотки Марго Бездействует Так На ход Уйди Хотя Что тебе Охотится Склад Забит Склад Мясом Просто Забит Марк Еще Спит Хотя 18 часов Подожди Это Не должен Либо Просыпаться Время Отдыха Ну Давай А что У нас Анюта Чем Занимается Пытается Завербовать Ладно Вербуй Марк У нас Простется Пойдет Готовить Что Она Нифига Тут Не готовила 29 Блюд Мало Мало У нас Максик Смотри Уже Разобрал Тут Половину Половину Уже Разобрал Отлично Так Отлично 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 Так Страивать Здесь Не будем Если что В дальнейшем Застроим Если надо Будет Нет Значит Это Все Будет Батарея Батарея Кондеров Не знаю Выдержит Ли У нас Такое Маленькое Отверстие В небо Такое Огромное Количество Кондеров Сколько Я здесь Хочу Поставить Посмотрим Проверим На практику Узнаем Возможно Никаких Проблем С этим Нет Возможно Никаких Проблем С этим Нет Так Блин Надо Сидеть Тут Запрещать Им Постоянно Вещи Одевать Которые Перетаскивают Сюда Ну Вот И Все В общем Нормально Единственное Знаешь Что Я все Забываю Сказать У нас Очень Много Этих Самых Чуваков Одна Женского Пола Узница Да Но На 99% Мы ее Очень Скоро Завербуем И у нас Четверо Четверо Мужского Пола Чуваков Пиши Напиши В комментариях Как бы ты Хотел Чтобы я Назвал Следующего Из наших Завербованных Этих Чуваков Вряд ли Мы эту Женщину Завербуем Ну Напиши Ей Варианты Женские Но Скорее Всего Мы Какого-то Из этих Чуваков Завербуем У них Это тоже Там Шансы Немаленькие 93 91 Но Этот 62 Этот Завербуем А этот 48 Так Тем более 100 Раз Должен Завербоваться В общем Пиши Свои Варианты Как бы ты Хотел Чтобы я Назвал Следующего Чувака Можешь С прям Списком Каким-то На выбор Мне Варианты Можешь Там Просто Написать Типа Назови Его Так Как Вот Коммент Напишешь Вот Как мой Ник Здесь На ютубе Так И назови То есть Ну В честь Тебя То есть Назвать Какого-то Чувака Твоим Ником Ютубовским Или Какой-то Именем Там Может Своим Не знаю Каким-то Другим Прикольным Какой-нибудь Может Прикольный Клич Какого-нибудь Дуба Дуба И назвали Дубом Вот Что-нибудь Такое Желательно Что-нибудь Такое Интересное Интересное Забавное Веселое Какой-нибудь Имечко Можешь Просто Да Там Сказать Там Назови Там Я не знаю Там Ваня В честь Меня Там Или Просто Там Ну Короче Не знаю Напиши Если Если Желаешь Вот Я Назову Так Как Как Ты Предложишь Следующего Чувака Все Пиши 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 Будет Интересно И забавно Ой Что за Беда Блин Дают На паузе Поиграть Анютка Бродит В печали Последней каплей Стало Недовольство Короче Она С ума Начала Сходить Нервный Срыв У нее Да Да Нормально У нее Тут Все Какое Недовольство Ты Че С ума Сходишь Надо Было Пойти Отдыхать Ты Дурная Вообще Так Марк У нас Проснулся Проснулся Готовит Вкусное Блюдо Отлично Давай Марк Наготавливает У нас Анютка Ни хрена Не делала Целый день Может Ты что Это сделаешь У нас Скоро Пища Закончится Гуляет Душевное Состояние Уныния Блин А плохо Что нельзя Ничего с ней Делать Как-то Повзаимодействовать Поговорить Утешить Развлечь Ничего Только можно Я так понимаю По голове Стучать Ей Уложить Насильно В кровать Полечить Потом Покормить Она Раскаивается Потом Надо Хоть Уныние Хоть Ни Какой Нибудь Небезумие Я думаю Она долго С ума Сходить не будет Потому что У нее Скоро Этот самый Отдых Уйдет На минимум Она просто Уснет Здесь на улице Единственная проблема Чтобы она тут Не замерзла Нахрен Потому что Здесь Плюс 5 всего лишь Но в ночь Будет минус 5 Наверняка А у нас Она не сильно Не сильно Выносливая Хотя нет Десятку А нет Нормально Все с ней будет Все Пусть сходит С ума Пусть делает Что хочет Удивительно У нас Все вещи Вся одежда Поместилась Туда на склад Сюда ничего Нет Тарабанили Нет Там запрещено Видишь Полностью Забили Просто полностью Если вот клетка У нас С лампой Осталась Не знаю Это вроде как Туда наверное Можно тоже Ставить Но они Ничего не положили На лампу Место Видимо Все таки Ей занято Видишь Полный Нафиг Склад Как раз Ровно Ровно Его забили У вас Уже Кстати Оружейный Склад На треть Наверное Точно Заполнен Блин Оказывается Склады Склады Маленькие Блин Да Вот это Жесть Все Так Соответственно У нас Теперь Полностью Есть Полностью Есть Периметр Все Это Видишь Наш Проект Как он Будет Примерно Выглядит Выглядеть Обалдеть Обалдеть Видишь Видишь Начнем Строить Скоро Начнем А вот Построим Когда Я не знаю Это очень 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 Это Гигантский Проект Это Практически Восьмое Чудо Света У нас Строится По размерам Так точно Целое Чудо Блин Мировое Ужас Блин У нас Проблемы С электрикой Начались У нас Аккумуляторы Разрядились В ноль Правда Уже Под утро У нас Сейчас Солнечные Начинают Запускаться Потихоньку Но У нас Постоянно Что-то тут Гаснет Включается И так далее Видишь У нас Светомузыка Надо Эти Расширять Эти Солнечные Генераторы К тому же Сейчас Вот эту Басню Запитывать Еще надо Будет И спальни Дополнительно И много Чего Еще Надо Нам Надо Нам Будет Немножечко Надо Будет Немножечко Электрику Добавлять Сейчас Я на паузе Посмотрю Клитровая Так Так Это все Ерунда Да Надо Солнечный Генератор Еще Добавлять А то У нас Так Не справляется Наша Электросеть Так Давай Добавлю Пару Штучек Здесь На провод Надо Будет Тут Провод Все Просто Вот Здесь Его Добавлю Провод Да И Нормально И Все Пусть Так И Будет Так Дуб В первую очередь Эту штуку Пойдешь Построишь Или Вообще Даже Подожди Марк Молодец Он Всю ночь Готовил Реально Он 41 Из 50 Наготовил Блюд Довольно Таки Неслабо Довольно Таки Много Изнеможения У нютки Блин Ты когда Ты свалишься Уже От усталости Когда Уныние Пройдет Раньше Или Ты упадешь Отдых 082 Скоро Она упадет Ладно Она всю ночь Короче Бродила Надо Уже Теперь Не замерзнет Она Заходила В помещение То нет То выходила Сейчас Марк Одно блюдо Еще приготовит Я его отправлю Строить Эти солнечные Генераторы Иначе У нас Проблемы Начнутся С электричеством Потому что Я давным-давно Уже Не добавлял Выработки Электроэнергии Но при этом Постоянно Добавляю 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 Все новые Новые потребители Электроэнергии Из-за этого Вся и проблема Десятой кулинарии Уже у Марка Обалдеть Так Иди строй Все Иди строй Потому что Много ресурсов Надо переносить Иначе Дуб У нас Очень-очень-очень Долго Будет Таскать Все это дело У нас пищей Пока Все нормально Так Марфа Ты когда там У нас О Шестое Жетноводство Отлично Шестое Так Альпаку Ты пошла Приручать Нет Нет Ты у нас Пойдешь Попробуешь Приручить Волка Внимание Это животное Волки Скорее всего Нападет Если причинить Ему вред Так мы же вред Не будем Причинать А Твуд я не то Нажал Приручить Волки Может атаковать При Удачной Попытки Приручения 1,8 Шанса Ну да Побольше У тех Там по 0,3 Было Шанс Но правда Никто Не нападал 111,8 Шанса Всего Лишь В принципе Это немного Марфа А ну-ка Иди-ка Ты тоже Рисом Будешь Кормить Волка Будешь Рисом Его Кормить Или Не понял А почему Она не может Его приучить Шестой Нужен Ну Или этот Надо пропустить Типа еще Это А Я не понял А почему Я тебя не могу Отправить Волка Приручать Бред Какой-то Бред Какой-то Так Чем ты Его будешь Приручать А у тебя Там и медвежатина С собой И рис Она все Подряд С собой Таскает Ты понял Приручательница Блин Ну иди-иди Я надеюсь Что тебя там Не это Не покусает Так Если что У тебя У тебя Какое там оружие У тебя винтовка Да Если что Ладно Если что Будешь убегать Потом Он же не отстанет Интересно Если он захочет Атаковать В ответ На неудачное Приручение Если он Оттачить ее Он же не отстанет Потом вообще От нее Его придется Убить Скорее всего Волка Да В принципе Ничего страшного Убьем Так Какие-то Выстрелы Раздаются Это Нос Марго По белкам Охотится Ты отправил Тут Две белки Шарятся Рядом с краем Карты Я отправил Туда ее Пусть Да Будет Пусть Нам Шкурок Беличьих У нас Там Сколько То есть Наверное Где-то Вот Пусть Еще Да Будет И мы Что Небудь Мы Избили Шкур Скрафтим Да Вот 15 Беличьих Шкур Ну И Так А Что Ты Провод Построил Так А Ты Не Хочешь Построить Дальше Сами Генераторы Иди Хотя Брее Рез Туда Позакидывай Хотя Бо Даже Не Строя Просто Забрось Рез Хотя Он Быстро В принципе Строится Это Врубить Топ Еще Да Да Это Самое Да У нас Дуб Потом Построю Просто Рез Долго Таскает Так То Мне Долго Быстрее Больше Тебе Нечем Заниматься Все Должны Разобраться Должны Нам Эти Я Думаю Солнечные Генераторы Помочь Уже Помочь С Электрикой Потому Что Это Не Дело Нам Не Хватает Нам Не Хватает Не Хватает Надо Все Анютка Больше Не Грустит Анютка Больше Не Грест Не Грустит Так Иди Спать Анютка Мать Твою Иди Ешь Я Надеюсь Ты Не Уснешь Поешь Раньше Чем Уснешь И После Этого Отправляйся Спать Развлечения Начнем На нуле Ой Ты Дурная Блин Анютка Падает В оборок Не Доела Не Доела Ее Можно Это Самое Тащить Чтобы Это Нет Ну Ладно Значит Пусть Пусть Здесь Спит В принципе Нормально Она тут На стульчике Устраилась Порцию Вкусного Вкусной Еды Себя Под голову Положила Чтобы Помягче Было Удобнее Так Я Барфа Ты Опасно Волка Так Мясом Кормишь Я Вообще Боюсь Ты Мясом Волка Пытается Кормить Приручить Я Я Б Никогда Не Приручила 4% Шанс Так Но Он Не Оттачит Да Не Оттачит Хорошо Я Просто Думал Что Я Затачит Ее Сразу Нет Там Один Шанс У нее Получается Один Процент Шанс Что Затачит Нет Оно Нормально Ладно Тогда Ходи Иди Приручай Альпаку Сколько Ты на него Мясо Потратил На приручение 6 единиц По моему 20 У нее Было По мясу Обанкротишь С этим Волком Когда Его Получается Покормило Он теперь Сыт Наверное Да Не знаю Вы Приколюхи Ну ладно Оттаскивай туда Дуб 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 Поможешь Так Что там Дуб У тебя Не удалось Ты бы Дуб Шел бы Лучше Эти Строил бы Солнечные Генераторы Всякие Или Иди Давай Иди Вот эти Мраморные Плитки Клади Когда ты Уже Положи Какой-то Срач Тут На складе Непонятно Что Иди Положи Уже Закончи С этим Вопрос Все Так Все Компоненты Понес Все Отлично Молодец Марк Давай Таскивай В принципе Даже Можешь И построить Ты у нас Довольно Так Еще Долго У нас Будешь Работать Жида Или Нет Уже В 9 Пойдешь Спать А 9 Часов Сейчас Пойдешь Спать А ну Так Личные Компоненты Забросишь Пойдешь Спать Дуб Потом Достроить Вообще Ладно Разберемся На паузе Все 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 У нас Ерунда Герал Иди Лучше Это Зачем Тебе Блюда Кому Таскать А Все Окей Ладно Все Это Сейчас Я Сделаю Все Давай Иди Оттащи Тот Десяток Блюд И у них Блюда Закончились Все Это на паузе Мелочи Мелочи Рутина Рутина Обыденности На этот раз Аккумуляторы Вроде как Выдерживают У нас начали Эти Производить Уже электричество Считают Солнечные Да И они Стабилизировались Аккумуляторы По крайней мере По моему Перестали Уменьшаться Да Все Стали возрастать Даже Отлично Все Эта ночь Хорошо Эта ночь Хорошо прошла Хватило Электричества Так Все таки Очень даже Правильным Было решением Вот так Поставить В две смены Этих Заготовителей Потому что Только в таком Случае Они В принципе Успевают Что-то делать У нас Анютка Тоже там Какую-то Часть дня Что-то Готовила У нее Постоянно Были проблемы Там со всей Фигней Но она Вроде Что-то там Подготовила Блюз 10 Наверное За день И Марк У нас Всю-всю-всю Полностью Ночь Напролет Готовит 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 И 45 Блюз Сейчас уже Сготовит Моменту Пока они Проснутся Ну это Марго у нас Непрекаянная Ей делать нечего Она и днем Может спать Лечь И вообще Она бездельничает Хотя эти тоже Проснулись Уже встали Что вы рано По-моему Встали Нет 6 часов утра А нет Вы в 6 часов Утра И встаете А все правильно Тогда все правильно Тогда все нормально Марго Ты бездействуешь У нас Да Иди какую-нибудь Белку пристрели Очередную Ну это Целое стадо Оленей Но нам просто Класть некуда На склад Потому что Потому что Тупо некуда Класть нам На склад Так Это белка Еще по моему Прошлое Нет Это еще Новая Белка Прошлое У нас Наваляется Еще Тони Не перенесла Еще Белка Вот давай На белках Потренируйся Там Покачаешь Свою дальнюю Атаку Да и Добудешь Шкурок Беличьих Мясо С них Там Фиг Да нифига Но Шкурки Да будешь 17 мяса 7 Шкурки А нет Лиса Лиса Тоже решила Белочку Белочку Прикончить Так Я бы Вообще Наверное Саму бы Эту лесу Прикончил Потому что Так У нас кролик Лиса гоняет Да Она его Это самое Так Вот эту Лису Наверное Надо бы Пристрелить Потому что Она потом Начнет У нас На кошек Охотиться Это мы Уже Проходили Это у нас Пройденный Этап Чтобы У нас Таких проблем Не было Марго Ты Побежала На белку Охотиться Нет Сходи И сначала На эту Лисицу Походь Сюда Потому что Это нет 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 Нам такого Допускать Не нужно Иначе Она у нас Кошек Кошек Начнет Долбить Так Волк У нас Поближе Прибирается Марфа Пойдет Его Приручать Пока Альпаку Пошла Приручать Иди Волка Лучше Приручай Может Приручишь Ну и все У нас Эти фиговинки Построились Да Дают Оба Они Плюс Сюда Так Не туда Зашел Да Дают Оба 112 Процентов Значит Все Два Два И два Их Размещаем Никаких Проблем Делаем Два По Два Так Дуб У нас Достраивает Здесь Плитки Отлично Она Кушает Эту Белку Да И не Обращает Внимание А нет Она Стоит Просто Может Ты поближе Подойдешь Издалека Такого Попадает И неплохо И напуливает Да Ну все Лиса не жилец В любом случае Она умрет А Она даже Пристрелила ее Молодец Марго Молодец Кстати Она вот Если Не снимать Ее сейчас С охотничьего Этой вот Как это Приказание То есть Охотиться Да То она и переносит Эту дичь Да Но Она переноской Заниматься не может У нее же нет Переноски И уборки Она вообще Этим не может Заниматься Если сейчас Я ей Отменю Этот приказ Через Ну Скипну Короче То она Эту лесу Уже не будет Переносить Даже как и белку Она вот Не может перенести Потому что Невозможно Ей переносить Белку Вот Невозможно Перенести белку Кстати Там нет Свободного места Но она И так Ее не переносила Потому что Не за свободного места А из-за того Что А из-за того Что Она не может Переносить Но если если она охотится, если она убивает добычу, то она ее приносит. Вот такой нюанс это я уже обнаружил. Так, Марфу тебе там волк не съел? Так, что тут сюда этот? Марфа успешно приручает волка с шансом 4% и называет ее Динго! Ты понял? Найбальное имя волку дали. Динго! Волк Динго! Динго Волк. Так, а это что за самка? Козерог все приперлась. Теперь у нас собственный волчара! Волчара Динго! 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 Чем у тебя можно обучать? Всему можно обучать! Охренеть! Покорность! Так, ну покорность это там что-то можно потом хозяина какого-то назначить волку. Дубу назначим. Хозяин Дуб будет волкой. Нет, шучу, но не знаю, посмотрим. Этой Марго назначим. Марго, она боевик будет с волком ходить. Она будет верхом на волке с этим с пулеметом со своим. Врываться в стан врага и там выносить всех. Так, какие там еще обучалки у него? Так, спустить с поводка, это там можно атаковать дальние цели, да? Ему это, короче, ну... Отправлять его. Спасение. Спасение. Животное может спасать раненых союзников, перетаскивая их в безопасное место. Переноска. Животное может переносить грузы. Аж 7 этих самых. 7 степеней обучения, да? Переноски. Тут по 2, покорность 1. Класс, класс, класс. Смотри, смотри, какая красота теперь у нас есть. Ты посмотри, волчара какой. Прямо волчара. Все на базу к нам порулил, да? Так, надо, кстати, этим... Подожди, забывай. Животное надо обозначать шиво обозначать животное, чтобы они с готовой еду не кушали. Так, что это? А, смотри, самка-козерога уже это, покорность изучена у нее. Я так понимаю, это хозяин. А, вот точно, хозяин назначился Марфа. А, тут это самка за ней ходит следом. Ты понял? Она следом бегает за Марфой. Она прибежала сюда. Ты понял? Она носится следом, да? Кстати, не написано, что ее это самое... Хозяин... А, вот, хозяин Марфа. Дуб Марфа, Анютка. А-а-а, не каждого можно назначить, потому что нужен уровень животноводства. Дубу Марфи и Анютке можно козерога назначить. Ну, Анютке зачем назначать? Она там на базе постоянно сидит и по тюрьме будет шариться с козой. Ха-ха-ха-ха-ха! Дубу... Ну, дубу... Нет, пусть за Марфой следом бегает. Будет Марфа у нас владычица животных. Будут все гурьбой ходить за ней следом. Ха-ха-ха-ха! Бегать. Прикольно, прикольно, вообще прикольно. Так, белку там, белку. Иди перенеси белку, слышишь? Тоня. Или уже перенесли белку? Какая-то валялась. Дохлая белка. Или перенесли, или кто-то съел, пришел. Хотя, кому есть, в этого убили. Как его? Медведя, да. Волка приручили. Ха-ха-ха! Да, вообще класс, класс! Теперь он с волк, теперь он с орбит. Орбит, а когда там покорности обучите, и это... Надо будет обучить его спустить с поводка, чтобы мы его могли отсылать, атаковать врагов. Он будет у нас боевой... Боевой орбит. Прикольно, да. И коза реально шарится теперь за Марфой следом. Он бегает, смотри. Ха-ха-ха! Сейчас еще эту приручим, да, тоже будет бегать следом. Обалдеть! Прикольно, вообще, мне нравится. Вообще приколюхи такие, блин, да? А, вот, белку приносил. Вот, ходил. Ходил за белкой. А что ты за белкой ходил? Ты... А, все, докопал, все, все серебро. Ясно. Блин, больше серебра тут нет. Так, сколько там серебра? Его даже не видно. Маловато будет. Маловато. Надо серебра. Надо еще серебро где-то найти. Здесь еще серебро добывать. Блин. Очень плохо. Очень плохо. Сталь нам... Сталь нам не нужна. 700 еще есть. В принципе, нам этого более чем хватит пока что. Это сталь тоже. Подожди, у нас есть вообще серебро здесь или нет? Так, это у нас побоище здесь было, собственно. Это наше. Так, это пласталь. Пласталь мы пока сдобывать не будем. Блин, она нам не особо нужна. Это золото. Нам это не надо. Блин, а у нас вообще нет серебра больше? Блин, сейчас на паузе внимательно посмотрю, изучу. Походу и больше нет, наверное. Наконец-то у нас дуб достроил здесь полностью пол. Все. Соответственно, полностью мастерские достроены. Единственное, уже склад этот почему-то каким-то маленьким оказался. Блин, тут неудобно куда-то расширять его будет. Склад для одежды. Можно, в принципе, потом, если у нас будет много одежды, можно временно здесь разрешить. Сюда складывать, где оружие. Это потом плохо будет тут разбираться, но... Ну да ладно. Так, у нас еще один автомат остался. Ладно, это потом мы разберемся, пока никто не нападает на нас. Пищи у нас более чем, я думаю, хватит до весны и так далее. У нас пять дней осталось до весны, я так понимаю. Насчет серебра посмотрел нигде больше. Абсолютно даже приблизительно не видно нигде никакого серебра. Понятное дело, возможно, тут где-то внутри скалы, там горы, где-то внутри серебро. Может, даже вот здесь внутри серебро. Ну, а как это узнать? Надо какие-то эти делать, не знаю, какие-то шахты туда пробиваться и пытаться находить где-то больше. Открытого серебра нигде больше нет. Где сразу видно, что, опа, тут можно добывать нигде у нас не имеется. Ну все, Анютка у нас тут работает, да. 37 блюд, вроде держим, вроде держим, стабилизировали. У нас гораздо все хуже было с приготовлением пищи. Сейчас нормально, в две смены Марк всю ночь готовит, Анютка весь день. Плюс она там еще отвлекается на заключенных постоянно. Так, этот все встал у нас, так, пищи пока у них там есть. Собственно, давай на этом закончим. Где наш этот, Динго, Динго-волк? Я так понимаю, имена даются только крутым животным. То есть, вот, Варк, этот, да, Варк, боевое животное там, да, генетически выведенное. Да, вот таким крутым животным даются имена. То есть, вот ему Орбит дали. Вот этот волк, вот, крутое животное тоже, да, вот ему Динго дали имя. А какие-то там козы там всякие, вот это вот, крысы, им просто коза один, коза два, да и все. Я так понимаю, наверное, это так. Собственно, имена давать нельзя, но присваиваются. Присваиваются, присваиваются имена только крутым животным. Все у нас нормально. Давай на этом закончим. Лайкай, если тебе понравилось, какой проект я тут заложил будущего госпиталя. Собственно, сейчас он и начнется сразу строиться в следующей серии. Ну, не знаю, может тут еще Дуб будет отвлекаться на стену, на эту. Может немножко на эти самые, но уже по-любому что-то он начнет сюда вкидывать вместе с Марком. Может быть даже начнут уже потихонечку строить. Ставь дизлак, если тебе не нравится такой проект. Как-нибудь думал, что попроще будет. Или думал, наоборот, еще сложнее, что у меня так на полкарты будет. Блин, это тоже гигантский, гигантский проект. Мы его очень-очень-очень долго будем строить. Это у нас реально будет долго строй. Мы, блин, эти вот мастерские строили хрен знает сколько до конца. Это мы вообще будем строить, я не знаю, до конца игры. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие серии. Увидеть, что мы будем с нашим волком делать. Кстати, тренирует. Тренирует волка нашего покорности. Хозяина назначит ему. Съев алянина, Динка получает пищевое отравление. Ну, что ж ты так волк, а? Взял, отравился тут. Он привык на вольных хлебах, на этих свежих харчах. Кого загрыз, того и съел. А тут, блин, какие-то эти самые ему мясо замороженное. Это старое, уже древнее, наверное, там, да? Завалящее. Сразу травился. Подписывайся, тебе это неинтересно. Все это прекрасно знаешь. Более он поступает, так считаешь, что нужно ему. А мы на этом, на этом мы закончим. До встречи в следующей серии. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok